Тема сегодняшнего урока мне подсказала одна моя замечательная подписчица. Поговорим о том, как же делать раскладку в визитах в типографиях. Обычно этим занимаются и печатники, но у дизайнера узнать об этом совсем даже не помеха. Мы рассмотрим целых три варианта. Первый вариант, когда нет заливки в край. Второй вариант, это частичная заливка в край. И третий вариант, когда полностью у нас есть заливка в край. Если тема тебе интересна, то ставь лайк и оставайся со мной. Всем привет, меня зовут Наталья. Я автор и ведущая канала Школа графического дизайна. Но прежде чем мы приступим, я хотела бы напомнить вам два момента. Во-первых, я приглашаю вас на индивидуальное обучение. Обучение программам Corel или Illustrator. Почему это удобно? Потому что мы занимаемся персонально с вами в удобное для вас время. Курс я разрабатываю специально для вас, исходя из ваших начальных знаний, исходя из конечных целей. И в-третьих, вы будете получать домашнее задание, которое я буду проверять. Если будут возникать вопросы, то я оперативно отвечаю на эти вопросы. И второй момент, это приглашаю вас в нашу группу ВКонтакте. Здесь движуха, здесь масса полезной информации. В разделе обсуждений вы можете в соответствующий подраздел загрузить свои работы, либо макеты, либо иллюстрации. Мне хотелось бы, чтобы ваши работы были максимально классные. Поэтому я с удовольствием даю вам советы. Ссылка, как всегда, будет в описании. А мы переходим к делу. Все вы знаете, что цифровые машины работают с форматами А3. А нужный нам формат отпечатка всегда меньше. Поэтому на одном печатном листе размещают несколько изображений, после чего они нарезаются. В этом видео я не буду вам рассказывать о требованиях к печати, потому что об этом есть отдельный урок. Ссылка на него будет в описании и в подсказках. А наши визитки, вот эти три варианта визиток, они уже готовы в печать. Шрифты все переведены в кривые. Все цвета в смик. Единственное, что я не сделала, это выход под обрез, но об этом мы поговорим сегодня тоже. Итак, А3 формат имеет стандартные размеры 297 на 420. Давайте мы сразу с вами сделаем такую страницу, потому что по умолчанию у нас страница А4 формата, а мы выберем из стандартных размеров А3. Для удобства сделаем, вот она как раз стала вертикальной, и разнесем наши визитки на каждую страничку, чтобы нам потом было понятней. Так, вот эту я вырежу, вставлю на вторую страницу, и вот эту вставлю на страницу 3. Все, пойдем к первой. Итак, у нас есть прямоугольник в размер визитки, а длина стандартный размер, это 90 на 50, потому что есть другие форматы еще визиток, японский формат, европейский формат, но здесь не суть. Я оставлю эту визитку в край, и количество визиток, которые входят на третий формат, это 24 штуки. Поэтому мы сейчас немножко с выносами и на расстоянии сделаем метки реза. То есть это небольшие черточки, по которым потом человек, который будет нарезать, он просто приведется и сделает рез. Сейчас мы возьмем инструмент свободная форма. Смотрите, обязательно, чтобы удобно было работать, проверьте, что у нас стоит привязка к объектам, и мы инструментом вот этой рисования прямую линию нарисуем с контролом вот такую меточку. Пусть она будет размерами минимальными, у меня просто по умолчанию рисуются элементы толстые достаточно. Поставим 0,2 миллиметра, а у нас она привязалась, цвет не важен. И мы с контролем вот так немножко отнесем на несколько миллиметров от визитки. То есть к чему это была речь про А3+, то мы вот эти метки можем делать, естественно, в край и даже с выходом за третий формат. Берем эту черточку, идем упорядочить, преобразование положения. По иксу мы поставим 90 миллиметров, то есть размер ширины визитки, количество копий одна, ставим применить. Вот, теперь можно вот этот прямоугольник, давайте разгруппируем визитку, либо его совсем убрать, либо сделать без контура. В каркасе можем посмотреть, что у нас. Прямоугольник остался, меточки остались. Теперь мы берем все это дело вместе, в метке прямоугольник, который не имеет контура и дублируем здесь в два раза. То есть количество оттисков на ширине листа получается 3. И дальше мы с вами должны сделать такие деления по горизонтали. То есть я беру эту метку, дублирую ее с помощью правой клавиши мыши и поворачиваю на 90 градусов. И вот здесь вот нужно нам с шифтом, возьмите сначала метку, с шифтом прямоугольник, то есть по второму почему будет равняться. И нам сделать выравнивание по верху. Расстояние тоже не важно, с небольшим запасом, чтобы у нас потом вот эти метки при резе, имейте ввиду, что рез гуляет порядка двух миллиметров, чтобы у нас вот здесь хотя бы два миллиметра было. И теперь нужно продублировать эту метку вниз, то есть здесь уже 0, здесь минус 5 количество копий, 50 миллиметров, то есть не сантиметра и миллиметра, копий пока одна, применить. И нам дальше осталось совсем немножко. Вот эти вот палочки, меточки мы ведем с control и одновременно дублируем сюда, с этой стороны. И все, теперь, как вы догадались, что мы берем, давайте уже сделаем, чтобы удобно было, хотя можно в каркасе оставить. Выделяем вместе без верхних меток и дублируем вниз на нужное количество раз. Получится вот так, наверное, 8 раз. Вот смотрите, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Трижды 8, 24, что и требовалось доказать. Теперь я беру вот эти метки, можно их, в общем-то, сгруппировать и веду с control, одновременно нажимая правую клавишу, ставлю метки внизу. Теперь мы можем это все на всякий случай сгруппировать и буква P поставить по центру. Вид расширенный, то есть вот что у нас получилось. Такая раскладка при варианте таком, когда у нас нет заливки в край. Следующий вид визитки, когда у нас есть заливка в край. Здесь немножко посложнее, но принцип точно такой же. Тоже я поставлю сюда вот в краешек. Разгруппирую сразу визитку. И нам нужно сделать выходы под обрез. То есть те элементы, которые уходят в край, это может быть какие-то полосы или какие-то, да любые элементы в край уходящие, они без разницы либо растровые, либо векторные, они должны выходить, но миллиметра на 3 в края, где она заходит, в общем-то, в край. Поэтому я сейчас, смотрите, сделаю, что у меня вот этот прямоугольничек переведен уже в кривую. Я снимаю всякое выделение, щелкаю на пустом пространстве и поставлю вот это вот, вот в этом окошечке, это окошечко касается стрелок на клавиатуре вверх-вниз, справа-влево, поставлю 3 миллиметра. Возьму инструмент форма и вот так вот попарно раз в эту сторону выпустила, в эту и вниз. Это мы тоже для удобства сделаем без контура. Сделаем снова вид каркас и нарисуем сейчас по принципу тому же, что мы делали в первой вариации. В первой вариации мы нарисуем с контуром полосочку. Пусть она будет тоже 0,2 миллиметра. И теперь с шифтом, щелкнув по прямоугольнику, выровняем ее по левому краю. Тут немножко можно подойти. То есть, смотрите, вот здесь у нас по этой части вертикальный рез, он будет один. То есть здесь у нас будут стыковаться вот эти подложки, а вот здесь нужно будет сделать два реза. Поэтому сейчас я возьму все вместе. Метку можно поставить потом, можно поставить сейчас по такому же принципу. Здесь 0, здесь 90. Копия 1 применить. Берем все вместе это дело и еще два раза в эту сторону. То есть здесь вот пусть они стыкуются, это не важно здесь, потому что ровненько идет. Можно одним резом воспользоваться. Здесь вот нужно будет сделать немножечко по-другому. Дублирую точно также метку. Поворачиваю точно также на 90 градусов. Ровняю по верхнему краю. Немножко можно тоже поближе так поднести. Дальше дублирую вниз. Здесь ставим по иксу 0, здесь по у минус 50. Почему минус? Потому что у нас 0 это всегда левый нижний угол. То есть начало координат это в левом нижнем углу листа. Поэтому минус это чтобы дублировать вниз. Копия 1 применить. Дальше мы дублируем с вами с контролом метки вот сюда. Давайте вид расширенный посмотрим. То есть вот эти меточки в принципе метки могут соприкасаться с черной подложкой. А теперь нам нужно вот здесь вот вниз дублировать с небольшим запасом. Давайте мы ставим запас ну допустим 6 миллиметров или 5 достаточно. Давайте минус 55 применить. То есть видите здесь что? Чтобы здесь у нас вот в верхней части не вылезло черное поле. Оставляйте тут пространство. Ну и таким же образом дублирую вниз еще так 6 раз применить. И вот эти метки можно их сгруппировать. Введем с контролом и нажимаем плюс. Тоже можно с запасом. Вот смотрите в целом сейчас у нас изображение получилось немного больше. Но мы помним о том что формат А3 плюс он немножко больше. Поэтому в этом нет ничего страшного. Вот в целом изображение получилось 289. Все равно 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Трижды 8 24. Визитки входят в лист. Третий вариант. Когда у нас есть заливка в край. Здесь то же самое у меня. Визитка сделана таким образом, что давайте разгруппирую. Изображение сидит в контейнере. Мы сейчас правой клавишей снимем блокировку. То есть чтобы у нас независимо изменялся содержимое осталось на месте, а контейнер менялся. По такому же принципу, перевожу в кривые. Здесь делаю запасы. Шаг у нас 3 стоит миллиметра. То есть здесь нам нужно так. Нет, давайте сделаем не так. Давайте мы сначала поставим метки, а потом сделаем выходы. Можно прям поставить в самый край. Ага. Сначала давайте сделаем метки таким же образом. С контуром нарисуем прямую линию. Пусть она будет размерами 0,2 миллиметра. Шифтом выравниваем по прямоугольнику. И теперь, так, у нас блокировка снята. Шаг у нас стоит 3 миллиметра, как и было. Я сейчас инструментом форма, вот этот вот контейнер сделаю немножко больше, чтобы у нас получился выход. Запас заливки, чтобы у нас при нарезании не вышло ничего белого. Убираем красный контур. Я его делала две наглядности. Теперь мы преобразуем фон контейнер. То есть нам от эффектов тоже нужно избавиться. В том подробном видео все об этом очень подробно рассказано, поэтому обязательно посмотрите. Растровое изображение. Преобразовать в растровое изображение. 300 dpi. Система цветов SMIC. Прозрачный фон нам не важен. Окей. Немножко внешне поменялось. И дальше по этой же схеме мы делаем. Сюда дублируем. Так. Преобразование. 90. Копия 1. Применить. И вот здесь нам нужно сделать тоже запас. Сколько-то миллиметров. Давайте поставим. 95. Две копии. Применить. Здесь, конечно, надо смотреть. Может быть, тут одного было реза достаточно. Но, конечно, лучше нам с запасом. Так. Вид расширенный. И нам нужно сейчас продублировать еще горизонтальные меточки. Так. Поворот на 90 градусов. Шифтом выравниваем по верхнему краю. Но смещаемся на шаг. То есть наш шаг 3 миллиметра. Ну, чтобы начало было. Немножко можно вот так поднести. И тоже вниз дублируем на 0. На минус 50. Копия 1. Применить. Дальше нам нужно сразу продублировать с контролом обязательно. Сюда. То есть обязательно введите с контролом, потому что ведется тогда ровно. И теперь, как в прошлой варианте, выбираем вместе. Минус 55. Копия 7. Применить. Тоже все это дело сгруппируем. Ага, еще внизу остались. Внизу меточки. Берем метки. Введем с контролом. Дублируем правой клавишей мыши. Так. Вместе группируем. И буква П ставит по центру листа. Сохраняем. Друзья мои, вот мы с вами рассмотрели три варианта раскладки визиток. Так. Повторюсь еще раз, что это принцип. Здесь нет никакого дизайна. Заменяйте черные цвета на любые цветные. Я думаю, что все. Постаралась рассказать подробно. Если остались какие-то вопросы, не забывайте их писать в комментариях. Не забывайте добавляться в группы и добавляться в друзья. То есть вопросы подобного плана обсуждаемые в группе. Люди открытые, дружелюбные. Поэтому вступайте, делитесь своими наработками, спрашивайте, отвечайте. Жду вас в ВКонтакте, жду вас на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. А с вами была Наталья из Школы графического дизайна. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok